Переходим уже к работе. Тема нашей конференции звучит вот так вот неспроста. Мы всегда очень много говорим о пациентах, потому что для них мы собственно и работаем. Это оправдано, но эффективное управление или благополучие медицинской организации зависит во многом от уровня заботы о работниках. Когда мы обсуждали этот вопрос с Юлией Владимировной Агаповой, президентом Санкт-Петербургского отделения Российской Ассоциации медсестер, она со мной согласилась и сказала такую фразу, что пациент-ориентированность это, конечно, все хорошо, но давайте уже лицом к людям. Так родилось название этой темы. И сегодня наше мероприятие, в наш праздник посвящено именно нам и только нам. Сегодня мы рассмотрим несколько вопросов, которые, безусловно, уже поднимались, но мы их обсудим с ориентацией на медицинскую сестру. Я надеюсь, что каждый из нас сегодня извлечет пользу для себя. Рядовой персонал, может быть, как-то по-новому взглянет на свою работу, на то, как она выстроена или как он хотел бы, чтобы она была выстроена. Старшие медсестры, главные медсестры, специалисты по управлению сестринским персоналом, может быть, увидят какие-то возможности для себя, для улучшения работы своего персонала. В конце концов, заботиться о работниках, это даже очень выгодно. Сотрудник, о котором заботится, находится, как это модно сейчас говорить, в ресурсе. У него есть силы и возможности, а главное желание улыбнуться пациенту, проявить эмпатию, заботиться о нем. Ведь отдавать мы можем только то, чем наполнены сами. И что касается первой темы нашего сегодняшнего мероприятия, тема «Стара как мир» – мотивация и стимулирование персонала. Но мы не будем опускаться в дебри теории. Мы все знаем, что такое мотивация, что такое стимулирование, что они означают и что из себя представляют, чем отличаются. Мы поговорим о реальности и о том, как можно приблизить то, что пишут в умных книжках и умных статьях, к этой реальности. Мотивация – это всегда то, что у человека внутри. Это то, что им движет. То есть это то, что побуждает его к действиям или, наоборот, к бездействию, то есть демотивирует. То есть мотивация всегда совпадает с целями человека. А вот со стимулированием с одной стороны просто, с другой стороны не очень. Я почти пять лет возглавляю данный коллектив сестринский и все чаще задаюсь вопросом, а что мотивирует и стимулирует людей к работе? Что побуждает к действиям или бездействует, то есть демотивирует? Приведу пример. Наш совет сестер. Далеко ходить не надо. В обновленном составе и режиме он работает уже третий год. Первый год совет сестер активно существовал, работал в новых условиях, потом начал постепенно сдуваться. Потому что было уже не так интересно, премия за работу в совете стала уже привычной, но уже как-то так все, притерлись, что называется. И я как-то, собрав руководителей секторов совета сестер, задала им вопрос. Всем коллеги, кто сейчас в зале, они это помнят, наверное. Что вас стимулирует к работе? И вот один из сотрудников сказал, что за эту дополнительную работу ему хотелось бы 100 тысяч рублей. Также хотелось бы, чтобы его направили на какое-нибудь обучение классное, возможно, за границу. Также неплохо было бы публичное признание его, так сказать, заслуг перед обществом. Другой человек сказал, что ему кроме времени вообще ничего не нужно, потому что в сутках 24 часа, еще хочется уделить внимание семье, что очень даже правильно. Мы не можем жить только работой. Третий человек сказал, что он даже пока не знает, что ее мотивирует. Поэтому недавно, 5 мая, когда был день акушерки, в одном из интервью мы к этому вопросу возвращались. И меня там спросили, как часто вы хотели уйти из своей профессии. Я не задумываясь, ответила, что периодически. То есть периодически возникают какие-то обстоятельства, которые позволяют таким мыслям возникнуть в моей голове. Я, конечно, ни разу еще не прибегла к никаким активным действиям, но мысль-то возникает. Так вот, я задумалась, а как нужно мотивировать, как нужно организовать работу персонала, чтобы эти мысли у людей не возникали. Понятно, что бывают случаи, когда это просто не твое. Когда это уже ни от чего не зависит, и ты понимаешь, что выбрал просто не свою профессию. А когда ты выбрал свое дело всей своей жизни и уходишь оттуда по каким-то причинам, которым могло бы не быть, то вот здесь уже становится грустно. Что мы можем сделать? Безусловно, у каждого из нас свои потребности и ожидания. Наша мотивация напрямую зависит от того, затронул ли руководитель, что называется, струны нашей души. То есть затронул ли он то, что для нас действительно важно. Поэтому инструменты стимулирования, о которых я расскажу, я не ранжировала на первый-второй. Я просто не могу о них рассказывать одновременно. Поэтому они просто будут идти друг за другом, но они все важны на одном уровне. Они все должны присутствовать, потому что для кого-то важно одно, а для кого-то другое. Наша профессия во многом альтруистична. Не секрет, но мы живем в век сервиса и развития сфер услуг, и требования к медицинским услугам все выше, и, соответственно, хотелось бы такого же высокого вознаграждения. Но вообще желательно такого. Поэтому одним из главных стимулов является достойная заработная плата. Когда я говорю достойная, я имею в виду соотношение зарплаты и нагрузки, уровня ответственности и интенсивности труда. Понятно, что многое зависит от региона, от учреждения, от должности, от специальности, от отделения, в конце концов. Но мы рассматриваем, так сказать, среднюю температуру по больнице. И по данным Росстата мы видим, что средняя заработная плата по России вот такая. То есть на 2022 год это чуть больше 49 тысяч рублей. Что касается нашего учреждения, то средняя заработная плата вот такая. Понятно, что здесь включены все рентген-лаборанты, у которых очень развито оказание платных медицинских услуг. Операционные сестры и сестры-анестезисты и сестры гематологического отделения. Самые высокоплачиваемые сестры в нашем учреждении. Понятное дело, что это опять средняя температура. Но цифры примерно такие. Непримерно. Мы эти цифры подаем в отчетах Минздрава. Проблема в том заключается, что наши возможности, мои, ваши, то есть возможности менеджера сестринского звена, в этом направлении ограничены. То есть мы не можем влиять на уровень заработной платы, размеры регулярности премии, на вручение каких-то ценных подарков. Но мы можем донести до руководства необходимость в повышении зарплаты по конкретной должности. И в нашем учреждении это приветствуется и это работает. И также можем примировать конкретного работника. Это тоже происходит с регулярностью. Следующим по счету, но не по значимости, опять же, стимулом, на мой взгляд, в работе является адекватное соотношение труда и отдыха. Оно чуть ли не самое важное. Все-таки никакая заработная плата не перекроет потребности в неизматывающем графике работы и темпе работы, когда одна-две сестры на все отделение выхаживают по 50 и более пациентов. Ведь при напряженном графике и высоком уровне интенсивности работы даже при больших деньгах долго не продержишься. Пример. Наш операционный блок. Когда в 2021 году три человека проголосовали ногами против того графика работы, который устоялся в нашем операционном блоке, это пятидневка, задержки до 9-10 часов вечера, и когда у людей просто не было времени ни на какую другую жизнь. Понятно, все в основном мы женщины, да, у всех есть семьи, дети, мужья и так далее. И все-таки мама в доме нужна, и людям не нужны были никакие доплаты, никакие уже выплаты. Мы этим не гордимся. Мы пересмотрели график сестер вместе с сестрами, сели, посмотрели, какой график им подходит. И при этом не только не снизили заработную плату и оперативную активность, а оперативная активность даже выросла. То есть мы создали график по 12 часов, два через два, с сохранением заработной платы, которая была у работников. Что касается работников, которые думают, что деньги компенсируют все эти прелести напряженной работы, то могу сказать на собственном примере. То есть в моей жизни был период, когда я работала на трех работах, в том числе в частной клинике, то есть разные были, да. И вот я через полгода такой жизни поняла, что мне такие деньги не нужны. То есть они приносят радость, но очень на короткий период. Другой пример, опять же, наш, это наше очень тяжелое отделение гематологии, трансплантации костного мозга. С очень высокой интенсивностью и с очень большой нехваткой персонала тогда, в 21 году. Так вот, эти люди, старшая медсестрам не даст соврать, просили доплату. Вместо того, чтобы попросить дополнительную, не попросить, а вместо того, чтобы согласиться на дополнительного человека, который бы их сильно разгрузил. Мы тогда с старшей медсестрой настояли именно на увеличении штата и нисколько об этом не пожалели. Потому что радости от прибавки в зарплате было бы ровно два месяца, а усталости, напряжения никуда бы не делись. То есть люди так бы работали на износ. И мы ведем эту работу постоянно. Мы не останавливаемся, мы анализируем по мере возможности, естественно. Если бы была наша воля, мы бы везде увеличили количество персонала до просто невидимых высот, сохранив при этом заработную плату. Но, естественно, все мы смотрим на реальные рамки и на наши возможности. И по возможности мы увеличим количество персонала именно там, где это категорически необходимо. В этом году это было отделение урологии, отделение абдоминальной онкологии и отделение гематологии. Следующий важный инструмент стимулирования – это достойные условия труда. Под условиями труда здесь подразумевается то, чтобы у человека с момента прихода на работу, во время работы и в процессе выполнения работы были созданы все условия. При приходе на работу у человека был бы гардероб, место, где он может помыть руки. Во время работы у него было бы время, чтобы передохнуть, и место, где он может спокойно это сделать, без того, чтобы его дергали. И также, естественно, все мы приходим на работу работать, все мы профессионалы. Поэтому, безусловно, очень важно наличие необходимого качественного оборудования, расходных средств, щадящих ДЭС-средств, средств индивидуальной защиты и так далее. Следующей возможностью стимулировать работников является повышение его профессионализма, то есть обучение. То, о чем как раз говорил один из членов нашего совета сестер. Мы стараемся всячески развивать эту возможность, и благодаря сотрудничеству с одним из благотворительных фондов, представитель которого сегодня у нас в гостях, у нас есть возможность отправить работников на обучение в Москву, в один из лучших онкологических центров. Другой стороной этого сотрудничества стало направление работников других учреждений к нам для обучения, и наши работники, которые являлись наставниками в рамках этого обучения, получили колоссальный опыт. И, как они сами утверждают, их статус сильно возрос. Для некоторых работников стимулом является участие в качестве докладчиков в конференции. Мы им с удовольствием предоставляем эту возможность, помогаем и способствуем. Сюда же относится участие в конкурсе «Лучшая медицинская сестра». Как отмечают сами участники в процессе подготовки к испытаниям, они вспомнили многое забытое из программы колледжа, очень сплотились, а также приятным бонусом является денежная премия. Наставничество, привлечение к другой интересной работе тоже является для кого-то стимулом, ведь неравнодушных коллег очень много. Сюда же относится расширение полномочий медсестер, который повысит, безусловно, престиж и статус профессии, но мы сегодня уже дискутировали на эту тему. Эта тема совершенно другого дня, она очень длинная, глубокая, и мы для этого здесь сегодня собрались. Отмечать отличившихся медицинских сестер необходимо с определенной регулярностью и в торжественной обстановке. Как мы уже говорили, мы не в полной мере можем влиять на уровень заработной платы, но выделить отличившихся работников, поощрить его можно не только премией. В наших силах оценить заслуги благодарностью или, например, грамотой. Этим мы подчеркиваем ценность сотрудников, а торжественность обстановки позволяет выйти за рамки обыденности. Что касается обычной рутинной жизни, то в наших силах отметить работу медсестры простым спасибо, молодец, чем тебе помочь, то есть любой поддержкой. Причем позитивная оценка вклада медицинской сестры в работу отделения должна делаться в присутствии всего коллектива, например, во время совещания или утренней пятиминутки. Это имеет еще побочный эффект, это стимулирует других работников тоже быть лучшими. Необязательным и не всегда, простите, выполнимым, но приятным бонусом являются такие маленькие, но не маленькие радости, как, например, организация развозки, пошив медицинской фирменной одежды какого-нибудь бренда, который именно брендирует наше учреждение, принадлежность к нашему учреждению показывает. Это организация совместных каких-то праздников и так далее. Из всех перечисленных мной инструментов стимулирования персонала у нас в учреждении используется, конечно, лишь часть в полной мере. Но мы, сестринское сообщество, вместе со старшими сестрами стараемся сделать трудовые будни наших сотрудников легче и приятнее. Где-то встречаем понимание у руководства, где-то непонимание и по объективным причинам отказ в чем-то. Но мы на верном пути, я думаю. Знаете, когда я готовилась к этому докладу, когда я проанализировала эти инструменты стимулирования, естественно, ориентируясь на себя в прошлом, когда работала медсестрой, на себя в настоящем, на мнение коллег опять-таки, я все это сложила. И потом в конце выяснилось, что вы не замечаете, что наши инструменты стимулирования очень похожи на пирамиду потребностей Маслоу. То есть если мы с вами, как руководители сестринского дела, будем удовлетворять вот эти вот потребности, которые я сейчас перечислила, вот такими инструментами потребности работников, то мы постепенно заполним всю пирамиду и жизнь работника на работе будет легче. Потому что базовой потребности есть пить, да, деньги опять-таки. Потом у нас идет безопасность, которую тоже в наших силах обеспечить. Далее у нас идет потребность в любви, понимании, признании. На самой вершине пирамида самореализация. То есть если работать вот широко, используя все инструменты, то, я не побоюсь этого слова, наверное, жизнь наших работников будет очень счастливой. По крайней мере на работе. Поэтому в заключении хочу сказать, что это нормально. Иногда быть немотивированным. Иногда не хотеть на работу, быть апатичным. Нужно дать себе время подумать. И если причины этого очевидны, то есть не нравится коллектив, не нравится организация, не устраивает заработная плата, не устраивает руководство, больно или тяжело видеть тяжело болеющих пациентов, то там нужно что-то менять, принимать решение и идти туда, где вам будет хорошо. Помните, коллеги, что ценнее вас у вас самих никого нет. Спасибо вам за внимание.